Итак, моя история жизни. В прошлый раз мы с вами остановились на том, что я работала в ателье. Я стояла у этого раскроенного стола 15 лет. Но, конечно же, я не только работала в ателье. У меня всегда были какие-то свои подруги, какие-то свои знакомые многочисленные. И два дня я работала в ателье какое-то время, а два дня я работала на себя. Так называемый был приработок, так называемый был колым. Это жизнь. А как было выживать в те годы? Без этого было никак абсолютно невозможно. И таким образом у меня уже складывалась какая-то своя клиентская, так сказать, база. Они приходили ко мне домой. И помню, было даже так. Ну, раскроенный стол никогда не работал, честно сказать, по 8 часов. Даже когда потом я обратно ушла из вот этого ателье городского на завод в дом быта. Там были лучшие условия для работы. Забрала туда с собой троих девочек из своей бригады, потому что ателье тогда разрушилось. Потому что, ну, случилось то, что случилось. Это наша перестройка. Завод, которому предвижало помещение городского ателье, забрал это помещение обратно. И нам всем надо было куда-то деваться. И вот мы вчетвером перешли вот на этот вот наш завод. Нас тогда с удовольствием взяли. Мы стали там работать. Теперь уже их было трое, а не девять человек. И работу я давала каждому отдельно. Ну, а люди заводские к нам шли, заказывали свои одежды. И мы продолжали, собственно, работать. Условия там у нас были замечательные. Большая светлая комната была для девочек. Такая же комната была у меня закроенная. И мы продолжали работать. Это все в течение вот этих 15 лет происходило. Там же впервые я стала учить... Девочки, конечно, просили меня без конца покроить им что-нибудь. Я краила, конечно же, да. Они отшивали. А потом я им говорю, а что я вам краю? Давайте я вас научу это делать самих. Они с удовольствием согласились. И вот тогда я начала передавать этот опыт. Параллельно с этим я подружилась с заведующей дворца культуры завода металлоконструкции. Лилечкой, которая стала моей подружкой в дальнейшем, Переваловой. И до сих пор ей является. И там на базе вот этого дворца я стала проводить курсы кройки и шитья для всех желающих. Это был мой первый такой, так называемый, серьезный опыт. Да? На самом деле платный уже. Вот. И девочек я научила своих кроить. И других я научила кроить. Как мы там жили? Там мы жили так, что я на краю девочкам, а всего их трое там было, да. И какую-то часть вещей, которые они отшивают, и какую-то часть вещей отшиваю я. И так у меня был и самокрой, и были мои девочки, которых я обеспечивала работой. Отшивали они тогда каждое в течение месяца примерно 15-17 изделий. Но это разные были изделия. Здесь мы уже стали в конце концов универсалами. Потому что к нам стали приходить наши клиенты с легкого платья, которые шили у нас легкую одежду без подкладки. Стали приходить с тем, чтобы мы шили и брюки, и пальто, и куртки, и плащи, и все на свете остальное. Мы, конечно, стали эту тему всю изучать и работать уже как универсальные вот такие вот закройщики портные. И шить все, что, как я говорила тогда, от юбки до шубки. Потому что работы практически было очень мало. И приходилось делать абсолютно все, с каким бы и ремонты тоже в том числе, с каким бы предложением к нам не пришли. Ну вот. Ну и, конечно, плюс ко всему я еще работала со своими клиентами. Это были 90-е годы. Эти были очень трудные годы. Помню, я быстренько на краю останусь после работы. На краю что-то там себе, потому что раскроенный стол был большой. Своих домашних клиентов у меня тогда тоже почти не осталось. Потому что люди пошли и на рынки могли купить очень дешево. Это очень сильно подорвало, что ли, вот этих всех наших клиентов. К счастью, у меня была одна парочка благополучных людей. Мама с двумя дочками. Мама ездила тогда, бывшая инженер завода Сельмаш, оказалась на улице, поехала в Турцию. Ей муж выделил какие-то средства. Покупала там ткани, привозила ткани. И продавала эти ткани, раздавала их по магазинам. Потом свой магазинчик открыла небольшой ткани. И наряжала себя и своих дочек. И вот эта вот семья меня буквально тогда спасла. Потому что я обшивала эту семью. У них были средства заплатить за мои, так сказать, на мою работу. И вот они меня тогда спасали. И помню, на краю я тогда на работе какие-то вещички им домой приду, ужин приготовлю, всех накормлю, приберусь и сажусь в кресло отдыхать. И брала тогда сметочку в руки. И вот отдыхая, глядя немножко, слушая телевизор, подсматривая одним глазом, я сметывала. На другой вечер я звала клиентов моих на примерочку, примеряла им. И так вот уже потихонечку потом дошивала вот эти свои изделия. Так как я всегда работала практически с одной, редко с двумя примерками, то сдавала я вещи достаточно быстро. Правилом моим было никогда не обманывать клиента. Никогда не подводить клиента. То есть это золотое правило, чего я рекомендую делать тем, кто шьет дома на заказ, да, кто оказывает эту услугу. Уважайте человека, который переступает ваш порог. Независимо от того, как вы к нему относитесь. Нравится он вам или не нравится. Будьте к нему бесконечно вежливы, да, бесконечно внимательны. То есть если говорит он, что ему на свадьбу нужно платье, или на день рождения нужно платье нашей девочки, да, заказчице клиенту, то я это платье никогда не отдавала в последний день. Я всегда старалась отсчитать от этого дня дня три и назначала, если в субботу у нас регистрация, то я назначала день сдачи заказа вторник, редко среду. То есть чтобы у этого человека была возможность и примерить, и с обувью, и спокойно не волноваться, и не нервничать, что в определенное время у него вещь будет не готова. Потому что я знаю множество примеров, я их наблюдала в жизни, когда наши девочки, которым всегда не хватает времени отшить, начинают отдавать эти заказы в самый последний момент. Клиент изводится, клиент нервничает, клиент уже на нас обижается, клиент получает негативные эмоции, и эти все эмоции, конечно, передаются кому? Прежде всего нам. И мы сами от этого страдаем. Зачем доставлять себе вот эти вот ненужные страдания? Будьте ответственны, прежде всего, перед самим собой, за свое благополучие, за свое здоровье, за свою жизнь. И, конечно же, как следствие, ответственны перед тем человеком, с которым вы сотрудничаете, которому оказываете свою услугу. То есть я очень трепетно относилась к своим клиентам и всегда их уважала. И второе. Никогда нельзя отодвигать сроков, никогда нельзя нарушать свое обещание. Если вы заболели, если вы устали, если у вас случились какие-то домашние неурядицы, в крайнем-крайнем-крайнем случае можно извиниться и что-то передвинуть. Передвинуть примерку, но не более одного раза. Передвинуть сдачу заказа, но не более одного раза одному клиенту. Понимаете, во всех остальных случаях для меня никаких проблем для сдачи не существовало. Как бы я не устала, что бы у меня ни случилось, что бы ни стряслось, я все равно встану, недомогаю, устала или еще там что-то. Я все равно встану, я подойду к столу, я сяду за машинку, я потихоньку начну все это делать. Даже если у меня не поднимаются руки, даже если я расстроена, огорчена чем-то, даже если у меня глазки мои не хотят ни на что смотреть, я все равно иду и делаю эту работу. Потому что я знаю, что завтра придет у меня Танечка, Валечка, Олечка, и мне нужно будет обязательно отдать этот заказ. Понимаете, вот это очень важно в нашей работе. Очень важно. Вы будете уважать их, они будут уважать нас. Итак, первое и самое, может быть, главное правило, это обязательно выдерживайте свои сроки. И будет вам счастье, и будет все хорошо. Ну вот, я опять отвлеклась. Как-то очень часто я ухожу куда-то в сторону. Но я думаю, что это очень важно для нас. Потому что сегодня я хотела вам рассказать не о том уже, как я работала в ателье, и как я работаю с клиентами, и как я к ним отношусь, а о том, как складывалась моя жизнь дальше. А складывалась она вот так, следующим образом. Когда мне было 45, по причине того, что я оказалась эвакуированной, с зараженной зоны после взрыва на химкабинате Маяк 57-го года, у меня были льготы к тому времени, и меня отправили на пенсию по старости в возрасте 45 лет. Я получила, так сказать, пенсионное удостоверение. И у меня какая-то какая-то свобода появилась. К тому моменту я отработала в ателье уже лет 15, с 30 до 45 лет. И, собственно, немножко переросла себя. Мне очень нравилось рассказывать, то есть мне нравилось учить. Я поняла, а почему бы мне не переключиться полностью? Мне есть что рассказать людям. Я видела, как эти люди воспринимают мою информацию, как у них все получается, как они этому радуются. Их радость передается мне. И настолько мне было в кайф от этого, я поняла, что это еще одна моя стезя. Вспомнила про то, что ведь у меня есть диплом преподавателя. И с помощью, не без помощи хороших людей, я оказалась в институте. Оказалась в институте. Сначала в своем родном педагогическом, но там я вела эту тему факультативно. И это было не очень-то мне интересно, потому что факультативное отношение к факультативу, сами понимаете, какое. И очень быстренько я перешла буквально на работу, в нужное для меня тогда место. Это был институт сервиса, моды и сервиса. Так он, по-моему, сейчас... А, реклама и сервиса, так он сейчас называется. Он сейчас называется Международный институт рекламы и сервиса. Тогда он еще так не назывался, но в этом институте была кафедра дизайн костюма. Татьяна Николаевна Усынина, уникальная личность, организовала все это. И до сих пор, по-моему, она руководит этим вузом. И меня туда взяли на кафедру дизайн костюма преподавателем конструирования, моделирования, выполнения в материале. То есть это отшив с девочками. Больше того, когда переехали в новое здание, меня там назначили заведующей экспериментального цеха. Я отвечала абсолютно за все оборудование, за выпуск новых коллекций, которые девочки отшивали. А наши ученицы тогда принимали участие в различных конкурсах, которые проводились в то время многочисленным образом у нас в стране. Один из конкурсов под эгидой Татьяны Михалковой проводился, русский силуэт назывался. И вот однажды на этот конкурс пригласили в качестве жюри Александра Васильева. И тогда у меня произошла еще одна судьбоносная встреча, незабываемая в моей жизни, с этим удивительным, уникальным, бесподобным человеком, просто редким каким-то человеком, каких природа делает единицами в нашей жизни. Почему? Потому, расскажу кратко, как это все происходило. Я с девочками шила тогда их коллекции, очень устала, конечно, потому что шить девочки мои умели только рисовать картинки, а все остальное делать они не умели. Они не умели краить, они не умели абсолютно шить. А коллекции у каждой было там платьев по пять, по шесть как минимум, делать было нужно в коллекции. И вот это все, конечно, вся эта нагрузка ложилась на преподавателей, на плечи преподавателей. У меня тогда еще Оксаночка со мной вместе работала. Оксана, Яна была, Таня Васильева, не знаю, что сейчас где-то в Москве она тоже. Вот. И мы очень устали. Идти вот на этот конкурс как-то совсем не хотелось. Но наша руководительница, Ирина Михайловна Андросова, сказала, надо, девочки, всем надо. Я дома с утра, в субботу это помню было, достала что-то начатое у себя, дошила, сделала прическу, накрасилась, нарядилась и пошла на этот конкурс. Уставшая, ну, что делать, пошла. Сидела где-то в первом ряду и смотрела на работу своих, собственно говоря, на подиум, на работу своих вот учениц. А Александр Васильев сидел рядом с моей руководительницей. И вот он, руководительница, подходит ко мне и удивленными глазами говорит, «Калина Леонидовна, Александр Васильев хочет с вами познакомиться». Я, ну, ладно, хочет так хочет, я человек вежливый. Тут он сам ко мне подходит, целует ручку и говорит буквально следующее. «Откуда вы родом?» Прелестное создание в собственной, в свойственной ему манере. Я говорю, из провинции. Он говорит, «А такое чувство, что из Парижа». Я говорю, нет, я из провинции. Ну, в общем, короче говоря, он сделал мне кучу комплиментов. Сел на свое место, я села на свое. Потом меня пригласили на банкет, который был после этого. Он меня потом провожал, когда я домой засобиралась, быстренько-быстренько я чувствовала себя немножко не в своей тарелке. А он улетал в тот день. И вот так вот мы с ним познакомились. Потом он приезжал к нам в институт еще не раз и придумал для меня так называемый музей моды. Я говорю, почему, Александр, вы решили, что я должна, именно я должна им руководить? Он говорит, потому что вы особенная. Я говорю, ну вы же меня не знаете. Вы видели меня один раз. Как можно только увидеть человека и что-то про него придумать? Он говорит, нет, я чувствую это. Вот понимаете, этот человек впервые тогда вселил в меня уверенность в том, что я какая-то немножко другая. Ведь как я раньше думала? Я думала, ну да, я шью неплохо. Так многие шьют хорошо. Я краю неплохо. Но я знала людей, которые точно так же умеют очень хорошо и качественно работать и краить в ту пору. То есть я не думала, что я обладаю какими-то особенными качествами, какими-то особенными знаниями. И вот я слышу от него такие вот слова в свой адрес. Это, конечно, сильно изменило мое мнение обо мне. Дало мне даже буквально, скажем, без привлечения какую-то вторую жизнь. Повысило мою самооценку. Да еще плюс одна девушка, Наташа Черникова, зовут ее, она была у меня на курсах, она была коучем. Она говорит, Галина Леонидовна, сколько вы получаете в ателье? Я говорю, ну вот столько-то, столько-то. Она говорит, Боже мой, вы почему себя так не цените? Вы знаете, что вас можно продать гораздо дороже. И это еще меня зародило. Ну, в общем, одним словом, мое отношение ко мне как-то поменялось. Вот такую огромную роль сыграл в моей судьбе такой великолепный, добрый, щедрый человек, как Александр Васильев. Дай Бог ему всяческих благ. Тогда он еще не был тем, кем он стал сейчас. Тогда его еще мало кто знал. Я потом ездила с ним в его школы несколько раз, потому что это все стоит не очень... Ездила бы чаще, но это все стоит не очень дешево. Поэтому подарки себе такие делать часто я не могла, конечно же, потому что я обычный человек. Вот и все. Но я его очень уважаю, люблю, всегда буду ему благодарна и до сих пор слушаю его с огромным-огромным удовольствием. Вот такая была у меня тогда встреча. Что было дальше? Несколько лет я проработала в этом институте, а потом я как раз созрела к тому, чтобы открыть свое ателье. Я ушла из института, и историю про ателье вы все уже послушали. Поэтому разрешите на этом приостановить свой рассказ. Дальше я рассказывала о том, как открыла я ателье, с какими трудностями я столкнулась, как я их преодолевала, и что потом получилось, и как я оказалась в Москве. А следующий мой рассказ будет о том, как сложилась моя жизнь дальше. Если вам интересно, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии, какие-то, может быть, вопросы. И продолжение следует. С любовью и уважением всегда ваша Галина Коломейко. Субтитры создавал DimaTorzok